здравствуйте дорогие друзья у меня сегодня герои очень серьезные собаки одна из них от фаня она черный терьер собака нквд а вторая маленькая вы сейчас увидите фокс терьер очень удаленькая маленькая известна в кинологических кругах как прищепка сейчас узнаете почему эта парочка черныш и прищепка всегда в центре внимания так что берегитесь хулиганы и грабители лучше не попадайтесь когда в паре черный терьер и фокс терьер никакой бандит не страшен я их часто вижу как они выступают как они охраняют берут нарушителей сложно было вообще вот научить собаку нет сложнее было нас научить но в данном случае меня в первую очередь то учат не собак они изначально кусаться умеют учат в первую очередь хозяев большинстве своем отрабатываем это все для того чтобы она никогда в жизни этим не воспользовалась чтобы она умела оценивать ситуации реальные опасности чтобы не кидалась на всех подряд чтобы понимала кто нам угрожает кто нет в принципе с поставленной задачей она очень хорошо справляется спокойно ходим по городу даже а были случаи когда фаня вот защитила прям слава богу нет слава богу нет потому что она просто повырывает куски она очень активно она очень активно трепет головой это на видео видно не дай бог кто-то без костюма попадет это будет ужас а сейчас дорогие друзья мы переходим к звезде это настоящая звезда всех выступлений на кинологических мероприятиях зовут ее чуня так господи девка очень активная у нас хорошая такая хорошая охотница всех крыс у нас подавила до доме вот если честно признаться чунька мне лизалась сейчас руки а я с ужасом подумала мама моя ведь только что недавно видела как она брала нарушителя и снять ее с этого нарушителя не могли просто она была зверем но надо прищепка у нас но девочка очень адекватная хорошо оценивает риски очень на самом деле в жизни она такая собака залезака у нас она любит всех если это не касается там машины дома и хозяев признаки агрессии включается конечно она очень быстро ну и снять ее научили вот так она потрясающе совершенно себя ведет когда дают ей команду защищать ну по честному получилось это достаточно смешно валентин инструктор наш по заксу приехали мы заниматься с фаней этого маленького разрушителя дома нельзя было оставить она пока у нас дополнительные собаки не появились на дом разрушала очень мы взяли с собой она очень активно проявляла оборонительную позицию валентин решил попробовать будет ли она работать с человеком она очень хорошо себя проявила как успешно да конечно мне было интересно почему выбор пал на эти породы на знакомство состоялось уже с взрослым черным терьером они очень умные очень послушные да не знаю просто лучше собаки для меня уже нет других можно еще дополнительно но черныш должен быть в любом случае у нас был два месяца когда у нас тернаша не было не смогли конечно потом поехали вот эту красоту купили в частном доме нужна была собака для охраны я до этого держал доберманов держал бультерьеров нужна была собака которая способна сама принимать больше решений вот остановился на черныша девка девку растил я в восторге но для меня это даже не собаки челобаки больше очень хорошо чувствует эмоции человека есть некоторые фишечки конечно у собаки упертость от ротвеллера наверное но в этом и кайф с ней хорошо интересно работать ну для меня тоже больше других пород на не существует вот настолько плотно с собакой работать можно нам только с чернышом терьеры конечно от природы умные но та и другая порода требует внимания и трудолюбия в черныше присутствуют самые лучшие служебные породы и ризан шнауцер эрдельтерьер ротвеллер и даже ньюфаундлен наверное поэтому черный терьер считается удачей отечественных кинологов питомника красная звезда расскажи как социализировали что делали для этого выезжали в город я в центре как раз работала муж вечером приезжал забирал меня с работы с собакой мы шли гуляли через центр пока маленькая была что привыкала к толпам специально в пятницу в субботу вечером когда много гуляющих с алкоголем чтобы понимала что нет агрессии в нашу сторону все хорошо в принципе ни разу ни на кого не кинулась даже мимо проходили с перегаром грубо говоря очень даже нормально все есть у черного терьера с интеллектом все в порядке отлично у них все с интеллектом очень умная собака я бы сказал что по умнее некоторых людей будет так что вы сегодня увидели уникальную парочку терьеров которые не только домашние любимцы но и охранники и защитники а сейчас на прогулку в никитский батареи тонический сад полюбоваться на хризантемы бал хризантем был открыт в 65 сезон 30 тысяч вдумайтесь 30 тысяч цветов вас ждут в саду хризантемы сада птицы ветер гладит перышки а в лазурь небес струится солнце сыплет зернышки каждую осень мы едем в сад чтобы пройтись и вдохнуть этот потрясающий аромат этот облик хризантем потом останется с тобой на целый год закрываешь глаза и вот они желтые и розовые алые и красные мне очень понравились желтые хризантемы они похожи на солнце и очень красивые мне понравился лепестковый дождь потому что когда я его увидел он имеет такой цвет красочный то есть он описывает жизнь то есть когда дождь идет то есть я считаю то что дождь это превосходство то есть дождь это счастье какое-то когда я когда я понюхал этот цветок это было очень приятно потому что он такой мокрый и очень воздушный мне очень понравился красный соловько потому что у них очень красивый нежный цвет и мне нравится их форма мне понравились цветы сестрица аленушка потому что они такие красивые вот и такие большие они у меня ассоциируются с бантиками на 1 сентября и последний звонок когда девочки заплетают косички и надевают эти резиночки с такими бантиками на волосы вот они таки такого белого цвета с таким лиловым на конце мне они очень нравятся они такие красивые вот и когда я смотрю на вот эти цветы они не знаю я на них смотрю с улыбкой но я вообще на все цветы смотрю с улыбкой пока не расцвела еще королева прошлогоднего бала ласточки на гнездо кого выберут в этом сезоне скоро узнаем а пока все любуются тысячами цветов радующих нас своей красотой это стало замечательно хорошей традицией нехитском батальгическом саду проводить такие выставки хризантем и как раз вот такой выставкой по сути завершается сезон хотя этот сезон не завершается никогда потому что в нехитском саду всегда что-то светет всегда что-то радует в этом году мы представляем более 300 сортов различных различной селекции из них 40 сортов представлено впервые и значительная часть из этих сортов в нашей собственной селекции это то что наши цветоводы вывели для наших посетителей в этом году гостей встречает много бордюрных хризантем которые сейчас особенно популярны прелесть этой выставки еще в том и особенность что мы не просто дарим жар птицу на счастье всем крымчанам и гостям но и показываем из чего состоит это счастье то есть какие сорта мы рассказываем этих сортах о их истории и таким образом вся та научная составляющая которая есть также становится известной нашим посетителям а в целом это замечательный праздник и мы рады каждому посетителю и всем тем кто приходит к нам в никитский ботанический сад так что все кто приезжают в сад не проходят мимо делятся впечатлениями приехали в никитский ботанический сад полюбоваться красотой мы в восторге ковры цветы желтые краски такая осень прекрасная и мы очень рады встретить ее в крыму именно здесь мы приехали из белгорода очень конечно все красиво очень нравится очень хочется теперь все эти хризантемы посадить у себя на участке никогда не видели столько много хризантем столько сортов даже не знали что столько много есть мне понравилась хризантема алиса а чем она тебе понравилась ну она очень красивая и милая мы очень рады что такие праздники устраивают и показывают красоту нашего крыма до цветения хризантем это волшебство которое дарит счастье людям прекрасен сад цветущих хризантем чудесный мир и запаха и цвета и нет жары привычной лету склоняяя нежные соцветия к траве ликует осени бесценное право вы так чудесный хризантем и право в своем предзимнем хрупком естестве и 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